Всем привет, дорогие друзья! С вами EvilKnow, и в этом видео расскажу вам о том, что происходит в мире World Warcraft и Blizzard Entertainment. Но перед этим сходу, как всегда, тымовички! Тымовички, это когда старички создали новую студию, наверное, сейчас выйдет отличная MMORPG. И это невероятное ощущение! Поэтому сходу поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео и стримах, которые проходят каждый день с 12 до 14 и с 18. До 21 по московскому времени. Оставьте свои комментарии, что вы думаете по данному поводу. Итак, ребята, начнем с чего? Blizzard Entertainment, видимо, поняла, что какие-то одинаковые маунты у них за сезоны и решила сделать красного дракона за ПВП гладиаторский транспорт. Да, невероятное ощущение! Теперь он не серый, а красный! Теперь он красный, отлично! Отлично, это хорошо! Ребяточки, также нам что дадут? Дадут вот таких вот медуз, веселые медузы, похожие на дыни. Не на арбузы, в этом случае, ребяточки, похожие на дыни. На летающие дыни, это приятно, ребяточки, прикольно и классно. Также дадут вот таких вот оленей. Хочу себе такого оленя, буду на нем ездить, по-любому, конечно же. Также нам дадут, ребяточки, вот такого птера, рот его переворот, ну, скорее птица, но, как будто бы, как будто бы птера рот его переворот. Невероятное ощущение, кстати, в целом, на мой взгляд, неплохо выглядит, если честно, там, очевидно, в разных расцветочках. Также дадут вот таких вот, ребяточки, ос. Всегда мечтал полетать на осе и кого-нибудь ужалить, ужалить, да. Также дадут вот таких классных пауков. Пауки, кстати говоря, довольно-таки классно выглядят, такие большие, классические, я бы сказал, прямиком из World Warcraft'а дефолтного, вообще даже из третьего даже, да, как в третьем Warcraft'е, помните, такие были, вот это вот, бегали такие, чисто в стратегии. Было прикольно, ребяточки. Вот таких дадут вомбат. О, боже, ребят. Вот такая вот у нас будет вомбата, людей на ней ездящих будут сотни. Сотни, ребяточки. Также нам дадут, ребяточки, в 9.2 непосредственно возможность летать на вот этом Мехагоно-пауке, то есть теперь он научился летать. Поздравляем Мехагоно-паука с такой уникальной возможностью, ребяточки. А также заметили игроки, да, что если снять всю одежду, вот казалось бы, да, вот как игроки до этого дошли, ну да ладно, если снять всю одежду с дракона, который стоит где? В Тазовеши, то можно понять, что Blizzard Entertainment, скорее всего, готовят новые модельки драконов, скорее всего, в новом уже адоне, и соответственно, выйти, как они у нас выглядят. И мне, если честно, нравится, даже очень нравится, если честно, потому что выглядит прям круто, круто. Вот на таких драконах я бы покатался, такие прям, ну прям серьезные ребята, не то, что вот эти вот лысоголовые какая-то ситуация, бегает, а вот эти прям крутейшие драконы, так что я бы покатался, напишите в комментариях, кто бы покатался на раздетом драконе. Ладно, ребяточки, еще что у нас замечено было, замечено было неожиданно, что награда непосредственно за лари легионовские была апнута, то есть как будто больше шанс получить маунтов непосредственно с лари репутацией, после 10 тысяч репутации, после превознесения там получается такой ларь, и у него обычно всякие приколюхи, и именно приколюха легиона было там, что там маунты выпадают, и типа шанс стал гораздо выше по ощущениям, более лояльный в этом плане, на фоне огромного бонуса к репутации, за счет непосредственно события вот этого самого торжества 17-летия, люди начали фармить и обнаружили, да, что тоже довольно-таки ребяточки, неплохо, также прикольная штука, сказали, что скорее всего нам дадут на трансморификацию молоток, молоток тюремщика в конце, вот он как будет выглядеть вроде как круто, но люди в комментариях написали, что хотели бы видеть в качестве трансморификации соски тюремщика, напишите, ребяточки, о комментариях, кто тоже согласен с этими комментариями относительно сосков тюремщика, я бы затрансморифицировал, тем более в реальной жизни у меня уже такие есть, ребяточки, знаете, что у нас, невероятно событие, гильдия ху, кто, гильдия по-английски, прошла у нас наконец-то, спустя две недели, на сезоне мастерства, огненные недра, молодцы, раньше людям понадобилось шесть дней, теперь две недели, ой, как будто бы даже не забузили, взяли сплошных разбойников, воинов, магов, два чернокнижника туда затесалось и жестко задамажили, и все сказали, что, ну да, типа, вот это вот, ворлбаф убрали, новые механики увеличили хп, интересно, а вот казалось бы, да, вот, ну, чисто вот как будто бы, вот представить, если, а если бы сразу, когда только вышла классика, добавить побольше новых механик, вместо того, чтобы люди были вынуждены проходить одно и то же, но, да ладно, видимо, все нас ждет в будущем, когда будет второй сезон мастерства, третий сезон, двадцать первый сезон мастерства, когда уже у нас, не знаю, в классике появятся ключи, и когда классика станет интересным, даже для меня, и когда все так сильно поменяют в классике, что, ну, будет неплохо, и я считаю, что это классно, если бы они полностью так перелопатили классику, и все остальные непосредственно, вот эти вот самые аддончики наши, да, добавили какие-то ключики, добавили это путешествие во времени, отправили нас туда непосредственно актуали, и на актуаль нас появились бы неожиданно ключи из всех дополнений, что выглядело бы довольно-таки разнообразно, и однозначно интересно, ребятчики, что у нас дальше, дальше у нас интересная ситуация, как вы знаете, Близзарды, очень сильно обострили свои ушки, на поводу жалоб внутриигровых, и теперь, когда ты на кого-то жалуешься, и он действительно был виноват, приходит такой шикарный, письмецом, в котором мы Близзард Тертеймент, спасибо большое, вот вы сказали, мы прям приняли меры к его учетной записи, сказать какие меры не можем, но приняли, ребятки, и я лично являюсь подтверждением этого, я, значит, сидел, отдыхал, стримил, да, и тут ко мне приходит сообщение, я вижу у тебя отличные логии, заходи-ка там в статик коммерческий, будем 300-600 долларов в месяц, как будто тебе давать, и я им, короче, пишу, идите вы от меня, а там мне сообщение, персонаж отсутствует, извините, не может вам ответить, и тут я понял, что столкнулся с каким-то невероятным автоспамом, зарепортил его, за то, что он коммерческие рейды какие-то там выдумал, да, и мне Близзард сказали, что приняли к нему меры, да, звучит так, как будто сломал человеку жизнь, с одной стороны, с другой стороны, поменьше будет этих вот самых, коммерческих, да, устроили тут, это компьютерная игра, хватит тут, навыдумывали, да, немножко даже стыдно, как будто на каком-то небольшом уровне, но согласитесь, тоже спамить в личку, всем, и при этом даже не отвечать, извините меня, пожалуйста, ребяточки, датамайнеры, датамайнеры обнаружили, что в девятом боссе, на девятом боссе, в новом рейде, нас ждет, ребяточки, механика Among Us, Among Us, то есть нас всех будут друг против друга превращать, мы встанем все друг против друга, и непосредственно надо будет узнать, кто, те самых два лазутчика, в которых сидит, на Тризим, сидит на Тризим, и властитель ужаса, и властит, да, и то есть надо будет какие-то подсказки получать, непосредственно, в течение 30 секунд, надо узнать, кто это, и зажигалевушить своих двух союзников, у которых непосредственно будет внутри сидеть какой-то лазутчик, ребяточки, обязательно в комментариях напишите, как вы относитесь к тому, что у вас вдруг будет сидеть какой-то лазутчик, было бы интересно это однозначно узнать, ребяточки, соответственно, вроде как прикольно, вроде как прикольно, что у нас дальше, дальше у нас сообщество жестко затроллило Близзард, ребяточки, что оно сделало, значит, ходили люди, все неплохо, плевки удалили из игры, нельзя теперь ни в кого плевать, теперь все, как бы вдруг кого-то это оскорбляет, но люди обнаружили, что когда на Рыцаре Смерти бежишь в Штормград, или в Гримар, чтобы отчитаться, что ты вот хороший Рыцарь Смерти, уже неплохой, стражники в тебя плюют, давайте писать петицию, писать в Твиттере, что меня оскорбляют стражники, подумало все сообщество, и надела жестко рофли не только над стражниками, а над всеми персонажами, у кого есть какое-то заклинание, или типа того, где есть слово плевок, плевок, или плюющий там, плевок темноты, и так далее, вот, плевок тьмы, и так далее, и тому подобное, короче, посмеялись, довольно-таки, ребяточки, неплохо, да, лично я уже, очевидно, петицию написал, ребяточки, интересная новость, но уже не совсем из World Warcraft, а из Diablo Resurrected, е-мое, там такая ситуация случилась, уникальная, люди формят, сундуки набивают свои, тяжело найти лут, наверняка уже есть всякие сайты, где продают шмотки, да, там какие-то из Diablo 2 Resurrected ходят все, и вот в какой-то момент паренек там формил, нашел супер крутой лук какой-нибудь, да, туда все засунул в куб Канаи, что-то его там грейданул, нажал кнопку создать, и он исчез, а казалось бы, почему он исчез? Потому что, несмотря на то, что игре миллион лет, несмотря на то, что это Diablo 2 Resurrected, они забыли, бедненькие, маленькие Близзарды, забыли, что можно сделать больше, чем 8 килобайт файлик полученного лута, и если он не влез в этот 8 килобайт файлик, твой лук новый, то получается он исчезает просто из игры, и это невероятное ощущение, ребяточки, наверняка получали огромное количество людей в Diablo, 8 килобайт, ой, пойду на дискетку, скину свой лут, буду в компукторный клуб приходить, свой шмот туда вставлять дискеткой, и в общем-то, вот мой рабочий персонаж, на то вдруг там какие-то удалят, Близзарды, например, да, так что, ребят, на дискетке квадратные, сохраняем, если вдруг кто играет в Diablo, опасайтесь, есть такая вероятность, Близзарды слишком хорошо работают над своими проектами, и так, ребятушки, интересная новость, прям интересная, сотрудники Близзард начали возвращаться на работу в офис, вау, то есть, что это значит, огромное количество людей в качестве пробного варианта, после полуторагодового изоляционного варианта, начали возвращаться в офис, чтобы работать, вот это поворот, как вы помните в моем прошлом видео, все это время, сидя дома, они сидели с транспарантом, что-то типа, несправедливость, несправедливость, у вас с таким, дома там же, как вы помните, каким-то образом поддерживали из дома, ребяточки, все вот эти вот бунты, которые происходили непосредственно у Близзарды, и вот такие вот, ребяточки, у нас делишки, то есть, получается, работа, может быть, уже наконец-то продолжится, и если повезет в моем мире великих легендарных фантазий, аддон выйдет довольно-таки быстро, ребяточки, новый, да, потому что я уже жду новый аддон, потому что новый аддон, это новое ощущение, помимо того, что и 9.2, тоже жду, ждем, когда там уже наконец какой-то ПТР начнется, или что-то типа того, он вроде не начался еще, да, а то вдруг как-то я упустил этот момент, так что классно, пускай возвращается на пробу, как вот с пробы там все нормально, всех остальных пускай тоже возвращают, пускай работают, да, и вот на финальная новость, которая непосредственно рассказывает о том, о чем я говорил в таймовичках, Dream Haven, Майка Морхэма, объединились с Mainframe Studios, Industries, в работе над облачной MMORPG, то есть, кто не знает, Майк Морхэм, это один из вот этих президент, бывший Blizzard Entertainment, рассказывает о том, что это не вот Dream Haven, новая MMORPG, да, все фанаты такие, о, круто, старый Blizzard сейчас крутую ММО-игру сделают, вот они обещали, обещали, вот вроде начали наконец разработку новой игры, и вот кто самый прошаренный, он продолжает читать эту статью, и видит интересное, облачное ММО позволяет пользователям играть в нее с любой платформы, смартфона, планшета, консоли, или ПК, и в зависимости от выбранного устройства, подстраивает под нее игровой процесс, механики, и общую сложность. Как вы могли догадаться, звучит это, ребятачки, как, что? Мобильная игра, несмотря на то, что она будет мультиплатформенной, и это так звучит, говорит о том, что, ребятачки, будут какие-то донатики в этой игре, очевидно, да? Неожиданно, почему-то, вот эти святые старички, решили, сделав новую RPG, каким-то образом, сразу ее монетизировать, уже как будто бы они еще ничего не сказали, но сказав, что она уже будет на телефоне, это уже значит, что они будут ее монетизировать, по ощущениям, но, конечно, посмотрим, вдруг нет, вдруг неожиданно, какие-то серьезные люди, в которые вложили сразу кучу денег, если вы не знали, куча есть таких примеров, когда вот эти вот выходцы, из Blizzard старые, да, которые там, ух, наш Warcraft делали крутым, да, ух, наши игры хорошими делали, они когда только вышли, сказали, мы сделали новую студию, и тут сразу такая большая студия, большие эти, дяди приходят, короче, так вот, 500 миллионов долларов тебе, работай, пожалуйста, вряд ли это для того, чтобы сделать какую-то классную, прям, игру, в которой, вот прям, ну, именно сюжет, там, графон, как правило, сейчас все, к сожалению, работают по принципу, заработка денег, причем, единоразово, заработка денег, вот, запустил игру, как это было, недавно, с Battlefield 2042, вы вообще слышали эту историю, про Battlefield 2042, игру просто выпустили, стрельба не работает, локации пустые, сделали 128 на 128 противников, и ты их не видишь на карте, ну, то есть, ты бегаешь пару минут, где противники, слишком большая карта, слишком непонятно, что происходит, какая-то ситуация, фиговый звук в игре, бежишь, не чувствуешь себя на поле боя, на котором, как будто бы, ты должен, в общем-то, быть, потому что игра-то называется поле боя, Battlefield, как будто бы, ты не чувствуешь этого, и, короче, жестко они провалились, все им сказали, что очень, не очень игра, но суть-то простая, денег они срубили, потому что, в общем-то, жанр-то, известный, очевидно, название игры, известное, люди, очевидно, всех купили, кто-то купил предзаказ, на две недели раньше, чтобы начать играть супер-дефинит, овзе-профессионал, овзе-легчайший деньги-эдишн, вот, и насладились просто полным калом, вот, насладились полным калом, ну, а чё? Правильно, деньги срубились, вот, и, в общем-то, что? Вот, ребяточки, мы будем продолжать игру, делать потихонечку, вот вам, пожалуйста, вот, планы на будущее, там, патчи уже идут, и так далее, живом в Эре, когда выпускают игру, находящуюся в альфа, дай бог, в бета-версии её создания, и мы её покупаем за полную стоимость, и нам говорят, ну, как бы, ждите, ща пропатчим, как это было с киберпанками, и кучей, 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 кучей игр, где просто какая-то выходит, просто, ну, невероятно отстойного качества, включая тот же Diablo Resurrected, с кучей проблем, с кучей очередей, с кучей старого кода, с 8-килобитными файликами неожиданно, и так далее, и тому подобное, человек приходит после работы поиграть, и часик сидит в очереди, да, а тут уже и жена приходит, говорит, хватит сидеть играть, а он сидит такой, я ещё не начал даже, и он такой, обиделась на тебя, тяжёлая жизнь, просадите обязательно в чатике, там, в комментариях, у кого такая же тяжёлая жизнь случалась в реальности, когда вы приходили с работы, сидели во всяких очередях, в поисках ключа, или типа того, и потом неожиданно оказывалось, что какая-то ситуация, жена уже обижалась, так и не поиграли, то же самое было в New World, короче, сплошные выходят игры, которые находятся на альфа-бета-версии, когда эффективные менеджеры приходят к разработчикам и говорят, короче, 24 ноября, они такие, нам бы ещё годик, чего, какой годик, 24 ноября, вот, чёрная пятница, там, скидки, типа, вот это вот, распродажи, сейчас вот скоро будут рождественские, новогодние, надо, надо вот это вот, как будто выпустить игру, сейчас люди всё покупают, нужное им, ненужное, всё с пылесоса, надо сейчас выпустить игру, короче, денег заработать, а потом доделаете, потом доделаете, да, ну давай, удачки, 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 тем более, если вы не знали, ещё так же тяжёлая жизнь, вот как недавно, тоже была интересная ситуация, тоже, в общем-то, из студии Battlefield, продолжая эту тему, мужичок пришёл и говорит, какой-то у нас вот кривой в игре какая-то ситуация, да, вот, написал в общем чатике, и ему в этом общем чатике создатели написали, то, что написал, это слишком критичное завещание, ты можешь своими критичными замечаниями обидеть человека, который делает сам баланс, а ты говоришь, что он ховно сделал, что это получается, обидно или что, и он такой, ну ладно, извините, а там сид такой, который баланс сделал, обидно, я старался, делал, что как это, как это плохо сделал, вот как это так, короче, к чему я начал неожиданно про Battlefield, к тому же сейчас всё так делается, вот, и ожидать чего-то не стоит, лишний раз напоминаю, вот, сначала думайте, прежде чем покупать компьютерные игры, вот, сначала ждите, когда они выйдут, что про них скажут, в общем-то, если вроде неплохо, можно и поиграть, посидеть, а то получится, что тут и ни рыбку не съешь, и никуда там и не сядешь, в итоге, да, только разве что в лужу, и потеряешь свои деньги, а я, ребяточки, надеюсь, вам понравилось это видео, было полезным, будем смотреть, сможет ли Dreamhaven Майка Морхема сделать легендарную новую MMORPG, убийцу Варкрафта, и вот это, так далее, и тому подобное, так что, будем на это надеемся, надеемся, очевидно, правильно, на что, на Riot Games, после их невероятно шедеврального сериала Arkane, очень страшно думать, если они сделают такую же сюжетно прописанную, шикарную вселенную, в своем MMORPG, который делает, вот это, как будто и пахнет, убийца Варкрафта, ну вот, что-то мне подсказывает, что Riot Games, в общем-то, тоже они, а, 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 компания, которая любит зарабатывать деньги, и может произойти, ребяточки, какая-то ситуация, поэтому смотрим, что произойдет, и, бак, 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 и, Субтитры сделал DimaTorzok